Здравствуйте! Сегодня у нас 20 августа 2024 года. В Харькове я продолжала свой видео-невник. Жара, плюс 37 градусов. Хотя уже знаете, чувствуется осень, несмотря ни на что. Приближается. По поводу подготовки, сейчас я пройду расскажу. Очень много людей на улицах и максимально некомфортно осталось снимать. Просто максимально. Раньше, знаете, я как-то снимала, а людей было не так много. А сейчас за счет того, что так стало много людей, то я даже не знаю уже, где снимать. В основном дома, наверное, снимаю. Либо в парках. А так уже, идя на улицу с камерой, раньше после смотрели. А теперь уж тем более как-то косятся. Так, к первому сентября мы еще не готовились, ничего не покупали, ничего не... На Дануре еще надо пройти медкомиссию. Уже сообщили ей. Ну, это нужно связаться с врачом. У нас в приложении нужно записаться к доктору и пройти медкомиссию. Запишемся к нашей Татьяне Васильевне на днях. Как вы помните, нам еще нужно с креслом и со столом решить проблемы. Ну, то уже такое. Так, и... И тетрадки, ручки, да, все как всегда. Но зато радует, что не нужно покупать такое там одежду, да, для школы. Ну, одежда какая есть, такая есть. Что-то специального для школы. Так, я сходила в магазин, не стала я там дальше снимать, потому что это просто невыносимо и невозможно. Сходила в магазин, купила воду. Мы такую с Норой любим, Рома с ней любят. На фоне, слышите, сорока трещит. Так, и сходила, купила кое-что из продуктов. Там кричала музыка, я уже не стала снимать, накладывать. Лапшу купила. Сейчас будет суп из индюшки с лапшой. Морковку купила. Три морковки около пяти гривен. Три луковицы купила. Три луковицы 13.40. Приправу, все. Все, больше ничего. Сейчас перешла сюда во двор. Как-то здесь поспокойнее. Слава богу, генератор не орёт, как я как-то недавно вам снимала на фоне генератора орал. Ну, люди тоже ходят, но да ладно, это же все свои. Они меня прекрасно знают. Так, вы знаете, что у нас, кстати, вчера было? Меня как накрыло. Я как начала вчера вечером рыдать. Это было нечто. Ромас не мог понять, что сделать, и как меня успокоить, и как это остановить. В общем, я пришла с Амираном с прогулки. Вчера очень долго гуляли первый раз. Наверное, часа четыре мы гуляли утром. Пораньше вышли, вернулись как раз в пекло. Около двух часов пообедали. Он лёг спать. Я думаю, посплюсь им днём. Но что-то мне так и не удалось уснуть. В общем, потом он попнулся. Говорит, пойдём опять гулять. Мы где-то около семи вечера опять вышли гулять. И гуляли до поздна, до ночи. Потом вернулись домой, и меня почему-то так накрыло. Казалось бы, всё хорошо. Вы меня поздравили. Спасибо большое. Вчера со Спасом. И, ну, знаете, нет повода сейчас для печали и для грусти. Ну, есть, конечно, какие-то свои проблемы, которые когда-нибудь, может быть, я расскажу, которые меня сейчас кроют. Ну, это, в принципе, все живы, все здоровы, а всё остальное, это такое, знаете, всё остальное приложится. В общем, я начинаю рыдать, именно рыдать, как, знаете, крокодильями слезами во все стороны. Эти слёзы льются, я вся зарёванная. Я даже утром сегодня проснулась опухшая. Вот настолько я вчера рыдала, что у меня сегодня под глазами такие опухости. В общем, рыдала, рыдала, аромат как-то пытался меня успокоить. А сегодня утром просыпаюсь, включаю телефон, и мне приходит сообщение, что вчера ночью в Харькове и Харьковской области можно было видеть редкое астрономическое явление. Во-первых, у нас полнолуние уже несколько дней, а здесь вообще ночью, значит, голубая луна зашла, и это называется осетровая полнолуния. Многие, у кого там есть, в общем, с определённых ракурсов, с определённых мест Харькова и Харьковской области, это можно было наблюдать. Вообще, знаете, у меня когда-то была такая в детстве мечта, может быть, она у многих была, купить телескоп настоящий, такой мощный, чтобы можно было наблюдать за звёздами. Люди, когда смотрят, это же так вообще здорово. Но мы и так можем наблюдать, конечно, и падающие звёзды, да, и загадывать желания. У нас недавно был дождь звёздный. Ну, правда, правда, правда. Артур, кстати, пишет. Вот, Танюша, как вы и как семья, спасибо большое. Всем вам спасибо. Вчера Илона написала, поздравила с праздником. Вам вообще спасибо, спасибо, спасибо. Вот есть несколько человек, которые регулярно стараются как-то нас поддержать, чтобы мы не унывали. Знаете, вот всегда говорят, что друг познаётся в беде. Наверное, это так и есть. Есть люди, которых же я никогда же вас не видела. Никогда. Вы со мной уже два с половиной года. Я очень надеюсь, что мы когда-нибудь с вами обязательно встретимся. Когда-нибудь же должно это всё закончиться. Так вот, про телескоп. Не знаю. В общем, знаете, говорят же, что мечты должны сбываться. Детские мечты. Я не могу прямо сказать, что я, ну, годами о нём мечтала. Но была одна вот из мечт о телескопе. Поэтому когда-нибудь война закончится. Когда-нибудь, возможно, всё-таки я его приобрету. У кого-то есть телескоп? Расскажите мне, вот как? Пользуетесь вы им или так? Купы и забросили. Расскажите мне, наблюдаете ли вы за звёздами? И как с этого момента изменилась ваша жизнь? Стала ли вам как-то, может быть, она стала лучше? Наполнилась яркими эмоциями и красками? Наблюдаете вы всей семьёй с детьми, вот тоже деткам, да? Это знаете, вот как раньше в фильмах смотришь «Счастливое мирное время». Большой дом. Они выходят на чердак и наблюдают за звёздным небом. Очень вообще так как-то… Сирены. Ну, это не воздушные сирены, а машины. Машины с сиренами куда-то едут. Скорая помощь. У нас вообще по городу скорой помощи туда-сюда летают. Ну, оно и понятно, да? Со всем происходящим это неудивительно. Я вообще не знаю. Врачи сейчас просто… Вот у нас врачи-герои, коммунальщики тоже стараются из всех сил делать всё, что могут. Ну, и врачи тоже ездят на вызов. Стараются изо всех сил делать всё, что могут. Что-то я вам сейчас хотела сказать. А, по поводу ещё своего плача… Ну, я думаю, что это подействовала Луна. На самом деле, давным-давно доказано то, что полнолуние действует на нас, на то, как мы себя ведём. Это не значит, что кто-то оборотень сейчас превратится, всех покусает или превратится в вампира или в оборотень. Нет. Но, тем не менее, всё равно это как-то действует. Я не знала, что сейчас такое было ночью редкое астрономическое явление. Я вам добавлю фотографии. Наверное, когда я об этом рассказывала, чуть раньше. Ну, вот такая вот история. Ну, она плакалась так, что опухшая сегодня просто… Я не знаю. Ну, так нельзя, знаете. Ну, есть у меня такие ещё поводы для плача. Помимо, знаете, оно же всё одно к одному. Там война. Там то. Там всё. Там, в общем, норочка… Спасибо большое. Вы писали вчера, чтобы норочка выздоравливала. Я ей передала ваши пожелания. Горло в нём болит. Насморк температуры вчера была. Особо лекарствами не пичкаю. Даю только самое необходимое. Ну, потому что мне… Ну, и так и мама всегда делала. Мои родители тоже не… Ну, понимаете, вот если температура, да, нужно дать жаропонижающее. Болит горло, я даю либо Септефрил, либо Лиссабакт. Это какие-то таблеточки от горла рассасывать. Если уже начинается кашель, естественно, даю сироп от кашля. Но вот так вот, чтобы прямо ребёнка запичкать лекарствами, я думаю, что это лишнее. Нужно дать только то, что самое-самое. От аллергии, от того, от всего. Ну, в общем… Грустно, конечно, сидя дома. Она особо вообще не выходит на улицу. Она со мной где-то уже подспела вирус. Очень многие сейчас болеют. Жалуются на то, что входит вирус. Будьте осторожны. Будьте все здоровы. Берегите себя. Берегите своих родных и близких. Не расстраивайтесь по пустякам, как я. Ну, по пустякам. Это я сама себя успокаиваю, что это пустяки, на самом деле. На самом деле грустно, что так происходит. Очень грустно. Ладно. Это всё мы переживём. Всё, что не убивает, делает нас сильнее, 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 сильнее. Так что мы ещё с вами будем вспоминать эти времена, я уверена, что мы будем жить долго, 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 долго и счастливо. И будем ещё вспоминать эти времена. И с того будущего счастливого времени будем это вспоминать, как такое просто испытание, наши жизненные испытания и страницы нашей жизни. Ладно. Думаю, как-то снимать на фоне одной или другой или третьей стены, я думаю, не интересно. как-то хочется выйти на улицу, тем более я сейчас выходила за продуктами. Я надеюсь, у меня там кто-то, кто-то, Ромас, прикрутил сейчас мясо. И оно, потому что я ушла, оно закипало, и я надеюсь, что оно не убежало на плиту. Ну, потому что я вот эти моменты ненавижу тем, что там плита зальётся, всё мыть. Я вообще, вы знаете, какой-то такой кухонный быт. Уготовка у меня сводится к минимуму. И то, и то сейчас по жаре, у плиты я стою очень много. Ну, вообще, как-то хочется по минимуму, по минимуму, потому что катастрофически не хватает времени на другие вещи. Так, друзья, сегодня у нас вторник, да, у меня сейчас запланировано одно мероприятие, поэтому надо ещё успеть и погулять, и обед, и то, и всё. Ну, в общем, как у вас у всех, у нас у всех, как обычная человеческая жизнь. Не забывайте подписаться на канал, кто ещё не подписан. Поддержите канал подпиской, лайком. Всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, крепкого здоровья. И помните самое главное, что все войны заканчиваются миром. Я его выплачил в воду. В воду я его выплачил. В воду выплачил. В воду я его выплачил. Не мой, не трой. А то я его выплачил. В воду я его выплачил. Смотри! Продолжение следует...